Добрый вечер всем. Да, сегодня будет рассказ об озере Восток. Лекция моя, конечно, кардинально будет отличаться от предыдущих двух. Перед две лекции были просто потрясающие, надо сказать, я в полном восторге. И самое главное, что они были актуальны для всех нас, они касались вещей, которые нам всем интересны. Город, в котором мы живем, бактерии, которые живут на нас. Вот эта лекция, эта чисто фундаментальная наука, мало к вам имеющая отношения. Вот просто так сказать, чем географы занимаются в 21 веке. И в общем можно было бы под заголовок этой лекции дать, что такое современная география. Потому что лично меня часто спрашивают, ну все же вроде давно открыто, чем вы географы занимаетесь. Открыто все давно, давайте расходитесь уже. У меня от этих разговоров не по себе, потому что действительно такое ощущение, что сейчас придется распуститься, разойтись и не заниматься больше этой наукой. Действительно открыты все там континенты, открыты все даже крупные и не очень крупные острова. У вас нет шансов открыть что-то новое, хотя просматривая карты Google Earth, вы можете там какой-нибудь маленький островочек открыть, например. Но тем не менее открытия, конечно, продолжают совершаться. Это открытие, например, новых видов растений, даже крупных животных иногда открывают в наше время. Там придонные части океана, это абсолютно неисследованная территория до сих пор. То есть открытия продолжают совершаться. И как это не покажется странным, даже в 20 веке, во второй половине 20 века, происходили тоже крупные географические открытия, не только новых крупных объектов, но даже крупных классов объектов, такие как подледниковые озера Антарктиды. Ну вот об этом мы поговорим сегодня. Так озеро Восток выглядит из космоса. Ну, начнем так немножко издалека, да. Наверное, не все как бы знают географию досконально. Школу давно закончили некоторые из нас. Это материк Антарктиды. Площадь его 14 миллионов квадратных километров. Это меньше, чем площадь нашей страны, например, Россия. Материк уникальный во многих отношениях. Например, он покрыт почти полностью льдом, процентов на 98 примерно. Толщина льда средняя 2 километра. То есть это материк еще и сам, самый высокий. Соответственно, он самый холодный, потому что он находится в районе Южного полюса. Самый удаленный, самый ветреный и так далее, и так далее. Кроме того, он никому не принадлежит до сих пор, как ни странно. Станция Восток находится здесь, и примерно здесь же располагается и то самое озеро Восток. Станция Восток, на которой, так сказать, происходят эти события, о которых я сейчас буду рассказывать. Ну да, я, в общем-то, забыл, конечно, рассказать о себе. Меня зовут Алексей, я сотрудник Арктического Антарктического института в Санкт-Петербурге. Кроме того, читаю лекции в университете на бывшем факультете географии на 10-й линии Васильевского острова. И у меня 14, если я не ошибаюсь, экспедиций в Антарктиду, в основном на станцию Восток. Станция Восток была основана в 1957 году. В этом году, соответственно, будет ей сколько? 60 лет, да? Это самое холодное место на Земле. Среднегодовая температура минус 56 градусов. Очень низкое атмосферное давление, поскольку она расположена на высоте 3,5 километра. И это создает массу проблем людям, которые туда пребывают в первые дни, потому что, ну, горные болезни и все, что с этим связано, переживается довольно тяжело. Количество осадков, кстати говоря, 23 миллиметра. Вам это мало о чем говорит, но это гораздо меньше, чем в пустыне Сахара, допустим, да? То есть это очень сухое место, несмотря на то, что все заполнено вокруг снегом, то есть водой в твердом виде, но это фактически очень сухая пустыня. Зачем, в принципе, строят станции в Антарктиде? Ну, в основном, чтобы заниматься научными исследованиями, ну, или, по крайней мере, это прикрытие некое такое, да? Официальное обоснование для того, чтобы заниматься наукой. Это метеорологические наблюдения, наблюдения за разными геофизическими полями Земли, и, что характерно именно для станции Восток, это многолетний проект бурения льда и исследования Озеро Восток. Несколько слайдов о самой станции, о жизни и бытие на ней. Так немножко вас сначала развлеку, чтобы потом обрушить на вас потоки сложной научной информации. Ну и, в общем, вам в любом случае будет полезно понимать, в каком контексте это все происходит, потому что, конечно, условия жизни и работы там довольно уникальны. Это общий вид станции, но она, поскольку уже давно существует, она уже покрыта почти полностью снегом. Это прекрасные виды на этом снимке, все это уже вросло в снег, и чтобы, скажем, попасть на саму станцию, надо пройти по снежному туннелю. Вот старое заброшенное строение станции, которое больше не используется. Вот видно, что современный уровень снега уже выше крыши. Попадают туда люди на самолетах. Когда-то использовали самолеты наши советские, сейчас их нету, и арендуются самолеты канадские, баслер. Крупные грузы, такие, ну, там, как топливо, которому нужно более 100 тонн для жизни станции в течение года, и там какие-то строительные материалы, они, конечно, доставляются с помощью походов, то есть полторы тысячи километров, все это, весь этот поход тягачами везется с берега Антарктиды до станции «Восток». Это вход на станцию, соответственно, чтобы тепло из станции не уходило, из дома делаются толстые стены с двойными там дверями, да, и так далее. То есть это все строилось в 70-х годах, технологии старые, все это, конечно, морально, ну, и физически тоже, в общем, устарело. Это столовая, которая вмещает максимум там 8 или 10 человек, а летом, то есть в разгар сезонных работ, там бывает 30-35 человек, и так приходится есть в несколько смен. То есть вот снимок сделан вот так, да, если как бы развернуться, то мы увидим вот такую картину, то есть здесь же в этом помещении находится и камбус, где все готовится. Еда самая простая, неприходливая, но, к счастью, ее много, и, в общем, к качеству претензий нет, самое главное, чтобы количества было достаточно. Комната отдыха – это очень небольшое помещение, буквально крошечное, размером там 3 на 3 метра, и основное развлечение полярников – это бильярд. Как я всегда люблю говорить с ней, не пытайтесь играть с полярниками в бильярд на деньги, это беспреспективное занятие, они тренировались долго и много. На этой стене, которая как бы вот за спиной, за моей, это висит телевизор, телевизионный экран, сейчас там один канал у нас принимает, это первый канал российского телевидения. Да, мне нравится ваша реакция. Я думаю, что этим можно пытать, конечно, в общем. Я думаю, что в девятом круге ада, я думаю, пытают первым каналом российского телевидения. Ну и сейчас появился интернет, так что ребята зимой общаются там со своими родственниками с помощью интернета, выходит в соцсети, бесплатный телефон тоже спутниковый, то есть связь сейчас наложена неплохо, конечно. Это дизель-электростанция, сердце любой полярной станции, как все всегда говорят, потому что она производит тепло и свет, то есть она потребляет топливо и производит электричество. Соответственно, если дизель-электростанция заглохнет, все умрут примерно в течение двух суток, не больше. В общем, зимой прийти на помощь полярникам невозможно. Станция «Восток» гораздо более изолирована от окружающей среды, чем даже МКС. В космос можно послать всегда спасательную экспедицию, в Антарктиду ее послать нельзя. То есть туда самолеты не летают. Для жизни станции, для жизни людей нужно много воды. Воды вокруг навалом, но она вся твердая в виде снега. Соответственно, снег приходится заготавливать периодически и плавить, чтобы эту воду получать. Ну, вот такие немножко интимных снимков. Это моя, собственно говоря, жилая коморка, где я живу. И выходя из дома, я вижу вот такую картину. То есть все это тоже уже под снегом, на глубине трех метров. И каждый сезон у меня ощущения, что все это сейчас рухнет мне на голову. Наверное, когда-нибудь так и случится. Да, конечно. То есть строительство новой станции – это уже мега актуальная задача, но пока, к сожалению, она никак не решается, несмотря на то, что уже как минимум два министра российских федеральных побывало на станции. То есть они ахали-охали, возмущались. Как же так? Так жить нельзя. Ну, в общем, ничем это дело не кончилось. Это буровая вышка станции «Восток». Наше основное рабочее место. Ну, собственно говоря, бурение льда на станции «Восток» началось в 70-м еще году. Основная цель этого бурения – это добыча этих образцов ледяного керна. Ну, я об этом расскажу чуть позже. И это было нужно для изучения прошлого климата Земли, палеоклимата, да? То есть как менялся климат нашей планеты в прошлом. Про озеро тогда никто не знал. Это совершенно случайное совпадение, что озеро оказалось прямо под станцией. И проект бурения был там успешно закончен в 90-е годы. Я об этом, как бы, говорить не буду, поскольку это только косвенно касается нашей темы. В основном буду говорить про аспекты, связанные именно с изучением озера, но, тем не менее, надо просто помнить, что вот это буровое вышкое бурение началось именно для изучения палеоклимата. Бурение – это, понятное дело, такая сложная технологическая операция. Буровой снаряд – это сложная штука, с которой могут справляться только специально обученные люди, специалисты, буровики. Кое-кто вон сегодня сидит в зале, кстати говоря. Несколько снимков разных буровых моментов – это разборка снаряда. Грубо говоря, снаряд представляет собой полую трубу, на конце которой есть ножи, эта труба вращается, зарезается в лед и, вынимая трубу обратно, ты получаешь вот этот ледяной цилиндр, ледяной керн. Соответственно, чтобы все это работало, нужна масса вещей, таких как двигатель, насосы, фильтры и прочее. Это еще не просто. Момент разборки снаряда, извлечения ледяного керна, буровая лебедка. Такое большое советское тяжелое оборудование, железяки, с которыми не справится обычный человек. Вот момент извлечения керна из бурового снаряда. Это уже моя рабочая территория, глицологическая лаборатория. Соответственно, после того, как керн извлечен, он попадает мне в руки, дальше я уже там с ним работаю, отбираю образцы какие-то, которые нужны нам для исследований. Керн разделывается самыми разными способами. Вот так он выглядит, так сказать, через свет на срезе. Абсолютно идеальный лед, без идеальной кристаллической структуры, без всяких примесей и всего прочего. Ну, давайте теперь, наконец, перейдем к озеру. И история открытия озера, она довольно долгая, была неторопливая, в общем-то сложная. Ну и самый первый вопрос, который мы должны, конечно, задать, откуда вообще берется вода подо льдом Антарктиды. Это то, что называется немножко контуринтуитивно, интуитивно, да, потому что если у тебя на поверхности минус 50 градусов, откуда там может взяться жидкая вода внизу. Одним из первых, кто на этот вопрос ответил, это был Игорь Алексеевич Зотиков, известный наш российский ученый, и, кстати, писатель неплохой был тоже. Его кандидатская диссертация была как раз связана вот с изучением вот этих процессов. Он просто рассчитал, что в центральной Антарктиде за счет геотермального потока тепла, то есть земля внутри горячая, она излучает это тепло, и, соответственно, в любой точке земли, если ты идешь вглубь, то температура растет, и то же самое происходит и в Антарктиде. Если толщина ледника достаточно большая, то на определенной глубине ледник достигает просто точки плавления. И, собственно, по его расчетам, большая часть антарктического ледникового щита, в общем, она должна таять там на дне. И забегая вперед, надо сказать, что он был абсолютно прав. Он любил, когда был жив, еще рассказывать потрясающую историю, что он вышел на защиту с этими положениями. Ему не верили, конечно. И как раз в момент защиты, когда уже все были готовы проголосовать против, пришла телеграмма от американских коллег, которые бурили на станции Берт, и у них, они добурили до ложи, и у них пошла в скважину вода. И телеграмма пришла прямо вот в момент защиты, ну и все получилось хорошо. Ну, я думаю, он, конечно, немножко приукрасил, он был потрясающий рассказчик, но, наверное, большой элемент правды тут тоже есть, конечно. Следующее имя, которое надо упомянуть, это Андрей Капица, который в 50-х тоже годах занимался геофизическими исследованиями в Антарктиде. Ну, в частности, сейсморазведкой он занимался, то есть на поверхности материка производится большой взрыв мощный, и ты просто слушаешь, ловишь эхо, отражение этого звука от подстилающих пород. Ну и физика такова, что каждая граница раздела сред, когда меняется плотность, она дает отражение. И ты видишь отражение от ложа ледника, от коренных пород, осадочных пород и так далее. И в каких-то местах он увидел такое характерное двойное отражение, но он тогда это интерпретировал как отражение от осадочного слоя. Только позже стало ясно, что это было отражение от слоя воды, на самом деле. Но он это вовремя осознал, и вот в 96-м году опубликовал эту работу в журнале Nature об открытии озера Востока. В 70-е годы британские ученые летали на самолетах и совершали вот эту радиолокационную разведку. Метод радиолокации, он хорошо прошивает ледник, и там какую-то верхнюю часть, может быть, скальных пород, но радиоволны не могут пройти сквозь воду, поэтому от воды идет очень хорошее отражение. Соответственно, вот они тоже детектировали какие-то водные слои под ледником, но еще тогда они не сообразили все эти отражения собрать как бы в один водоем. И только уже, когда наконец пришли методы спутниковой альтиметрии, то есть современная эра спутниковых наблюдений, вот были получены такие потрясающие снимки поверхности ледника и в районе озера Восток обнаружилась очень большая и абсолютно плоская гладкая поверхность, которая могла сформироваться только в том случае, если подо льдом есть вода в жидком виде. Ну и тогда уже все у всех сложилось в голове, и вот в 93-й год можно считать годом открытия озера Восток. Этих озер теперь известно огромное количество, я думаю, что, наверное, больше 400 уже закартировано, их, конечно, гораздо больше, потому что открытие этого озера это явление более-менее случайное, то есть твой путь, не знаю, твоего самолета, радара должен случайно через это озеро пройти, подавляющее большинство озер, они очень мелкие, размером там порядка первых километров, не больше. Тем не менее их очень много, они повсюду существуют подо льдом Антарктиды, так же, как различные реки, каналы и прочее. Ну, это, может быть, карта, она более воображаемая, чем реальная, тем не менее, надо понимать, что это действительно активная подлёдная гидрологическая система, которая, вот, она себя проявляет буквально в том, что иногда видно, как вода перетекает из одного озера в другое подо льдом Антарктиды, и всё это там происходит на наших глазах, конечно. И в этой системе сосредоточено гигантское количество воды, это многие-многие тысячи кубических километров, это невообразимое количество воды там находится на самом деле. Ну, почему тогда озеро Восток, собственно, самое известное, почему оно привлекает больше всего внимания? По разным причинам. Ну, во-первых, оно самое крупное, по крайней мере, из ныне известных, это самое крупное подледниковое озеро, и, в общем, его рассматривают как самый близкий земной аналог различных подлёдных океанов на других планетах Солнечной системы, таких, как, например, планеты Европы или Энцелад, или там другие ещё есть планеты, где, как считается, они покрыты льдом, и под льдом есть океаны воды. А в свою очередь, интерес к этим водным системам связан с тем, что там, где есть вода, там есть и жизнь, как правило. Такой есть закон природы, по крайней мере, на планете Земля. Ну, и помимо этого, озеро Восток, оно наиболее доступно в плане логистики, потому что, да, опять же-таки, совершенно случайно над озером Восток существует станция Восток, есть трасса похода, есть существующая боровая скважина, которая прямо над этим озером залегает, и есть даже образцы озёрного льда, о чём я тоже сейчас расскажу. То есть оно просто напрашивается для изучения, конечно. Ну, какими же методами озеро было исследовано? Сразу после того, как его, наконец, существование было признано в 1993 году, почти сразу наша полярная морская геологоразведочная экспедиция совместно с РАЭ, Российской Антарктической экспедиции, начали изучение этого озера с помощью таких передвижных геофизических комплексов. Там в основном методами радиолокации это всё изучалось, но также и методами сейсмической разведки. Пару сезонов работала антарктическая программа США, они облетали это всё озеро на самолётах, и в результате этих работ озеро было полностью закартировано, определена его глубина, толщина водного слоя и так далее. Помимо этих дистанционных методов, также развивались прямые методы исследования озера путём изучения сначала озёрного льда, а потом и уже, собственно, озёрной воды, после того, как озеро было вскрыто в первый раз. История бурения на станции «Восток» — это, конечно, совершенно отдельная потрясающая история, которая ещё, наверное, ждёт своего рассказчика. Кто-то должен будет об этом когда-то написать книгу, потому что это действительно сродни какой-то детективной истории с неожиданными поворотами, с разочарованиями, с открытиями и всё такое прочее. Ну вот, надо сказать, что впервые в слой озёрного льда снаряд вошёл в январе 98-го года. Я ещё в то время университет не закончил, да, и до сих пор я в этом проекте участвую. Вот уже сколько лет прошло, и только в 2012 году снаряд достиг, наконец, озеро «Восток», пройдя там вот эти всего-навсего там 200 с небольшим метров льда. 7 лет или 8 было вообще перерыв бурения, когда просто работы никакие не велись на станции «Восток». В декабре 2005 года бурение было возобновлено. Потом случилась авария, потеря снаряда, начали бурить новую скважину, ну, конечно, не с нуля, а сделали отклонение там с какой-то глубины. И бурение шло очень долго и медленно, со скрипом буквально по нескольку метров в год, пока, наконец, наши доблестные буряки не разработали оптимальную технологию бурения, не научились бурить лёд на таких глубинах. Ну, там было много проблем, связанных и с температурой льда, и с огромным размером кристаллов и так далее. И вот, наконец, с 5 февраля 2019 года снаряд достиг озера на глубине 3600 почти 70 метров. Откуда вообще берётся этот озёрный лёд? Ну, или конжеляционный, как мы его называем. Конжеляционный означает лёд, образовавшийся путём замерзания воды, да? То есть это слово из глицелогического лексикона. Ну, дело в том, что ледник, он не стоит на месте, любой ледник априори движется по определению, в частности, вот в районе станции Восток, в районе озера, ледник движется вот таким образом, с запада на восток, на юго-восток, пересекает озеро. И именно в этом месте условия таковы, что вода намерзает на нижнюю подошву ледника. По мере того, как ледник проходит над озером. В северной части озера, там, где толщина льда гораздо выше, там, наоборот, лёд тает, и, собственно, эта талая вода и формирует вот это вот водное тело. Более того, пока ледник проходит вот здесь, на западном берегу, над этим маленьким островком, он цепляет горные породы, соскрябывает их, и благодаря этому вот у нас есть небольшие образцы ещё и горных пород, которые там зарегают подо льдом, вот в этой части Антарктиды. Вот на этом слайде о них как раз и речь идёт. Это выглядит примерно так, то есть вот это ледяной керн диаметром 10 сантиметров, и время от времени вот такие минеральные включения там попадались, они были изучены нашими геологами, очень тщательно на вот этой сложной, дорогой аппаратуре, определён возраст этих включений, показано, что подо льдом Антарктиды там есть слой осадочных пород, то есть там не сразу скалы, а там есть некие осадочные породы, которые сформировались когда-то давно, когда Антарктида ещё не была покрыта льдом. Ну и кроме того, там разные интересные нюансы, например, то, что вот обнаружены сульфидные минералы довольно хорошей сохранности, которые говорят о том, что в этом озере есть активные, например, гидротермальные процессы, горячие источники, попросту говоря. И кроме того, долина озера имеет рифтовое происхождение. Рифт — это разлом земной коры, если вы представите себе мысленно карту Африки с этими великими африканскими озёрами, это вот типичная рифтовая долина, когда материк как бы разрывается на части, формируется такой пролом, и там вот в этих понижениях образуются озёра. Вот озеро Восток имеет такое же примерно происхождение. Притом возраст этого рифта пока ещё неизвестен до сих пор. Ещё немножко более сложные вещи — это изучение изотопного состава самого льда и изотопного состава растворённых в льду газов. Когда мы говорим «изотопный состав», мы имеем в виду концентрацию различных типов молекул. Самая обычная молекула воды, которая везде вокруг нас находится, надо понимать, что молекулы бывают разных типов. Бывают молекулы обычно лёгкие, бывают молекулы тяжёлые. И вот этот изотопный метод широко используется, например, в палеоклиматологии, потому что, собственно, изотопный состав осадков напрямую нам даёт температуру, при которой осадки формировались в прошлом. Это такой мощнейший метод палеогеографических исследований. Ну а в данном случае, вот в этой озёрной гидрологии, изотопный состав воды применяется как индикатор происхождения этой воды, например. И, собственно говоря, изотопный метод нам говорит о том, что в озере есть активная, опять же-таки, гидротермальная циркуляция, что у нас есть неполное перемешивание воды в озере, и что озеро Восток, скорее всего, находится в равновесном состоянии, то есть его объём не увеличивается в настоящее время. То есть оно не увеличивается, не уменьшается, оно находится в стабильном состоянии. изотопный концентрация гелия, изотопный состав растворённого гелия, он говорит о том, что, ну тоже подтверждает ту же самую мысль, что в озере есть активная гидротермальная циркуляция, потому что в данном случае этот гелий берётся из-за разломов земной коры. концентрация гелия в этом озёрном льду, она больше, чем в атмосфере. Газовый состав озера тоже крайне сложная и интересная вещь. Ну, что как бы надо вам понять, усвоить из этого графика, пожалуй, только одно, то что газы попадают в озеро в его северной части, там, где происходит таяние ледника, потому что в атмосферном льду огромное количество газов растворено, которые берутся из атмосферы, попадают в лёд, и дальше при таянии льда они попадают в это подледниковое озеро, а в южной части озера, где станция «Восток» находится, там вода замерзает, и при замерзании воды, при медленном замерзании воды, вот этот формирующийся лёд, он от себя отталкивает все примеси, и газы в том числе, соответственно, газом деваться некуда, они накапливаются в озере. То есть в озере растворено просто гигантское количество газов, которого такого количества не может быть, скажем, в обычной воде озёрной, в нормальных условиях. И даже по этому поводу были такие опасения, что в этом озере есть такая газовая подушка, которая находится под огромным давлением, и при вскрытии озера эта подушка может взорваться и так далее. Ещё до вскрытия было ясно, что это всё, конечно, не так, поскольку существует такая вещь, как газовые гидраты. Это такое необычное образование, вы его тоже не встретите в обычных условиях. Выглядят они таким образом. Это очень маленькие такие кристаллики прозрачные. Это не что иное, как твёрдая смесь воды и газов. То есть это молекулы газа, заключённые в твёрдую оболочку, сделанную из кристаллов льда. Поэтому весь лишний газ, который в озере может образоваться, он просто идёт на рост этих газовых кристаллов, и никакой воздушной подушки при этом давлении быть не может, конечно. Изучается и кристаллическое строение самого льда, собственно говоря, то есть методами кристаллографии. Это, кстати, князь Монако Альберт II на станцию приехал как-то в качестве туриста. Изучается кристаллическое строение самого льда, то есть размер кристаллов, форма кристаллов и ориентировка кристаллической оси этих кристаллов. Невозможно, конечно, эти вещи объяснить в двух словах, людям, которым это изначально неинтересно. Скажу лишь то, что строение этих кристаллов и изменение этого строения с глубиной, оно вполне, собственно говоря, типично для обычного озёрного льда. То есть когда растёт лёд, скажем, зимой на озере, в спокойных условиях, то с глубиной кристаллики начинают вытягиваться в вертикальном направлении, и их ориентировка увеличивается в размерах с глубиной, и ориентировка их приобретает определённое направление. Вот как бы всё, что надо об этом знать вам. И на озере Восток происходит ровно то же самое. Типичный озёрный лёд. Ну, за исключением того, что поскольку этот процесс здесь идёт очень долго, возраст этого льда 40 тысяч лет, представьте себе, вы не можете найти нигде на Земле озёрный лёд возрастом 40 тысяч лет. То есть это гигантское время, соответственно, кристаллы успели вырасти до невероятных размеров. Размер кристаллов там достигает 2-3 метра. То есть монолитных кристаллов. Нигде такого больше увидеть, конечно, невозможно. Ну и самое интересное, что интересует абсолютно всех, это, а, собственно, кто живёт в озере, какая жизнь там может существовать в принципе, и как мы можем это изучать. Ну, генерально есть два больших направления, как мы можем изучать микробные, ну и вообще жизнь в озере. Первое – это искать всё, что мы можем найти и пытаться это интерпретировать. Второе – это понимать экологические условия в озере и предсказать, кто там может жить. Ну, первый способ, он довольно сложный, поскольку концентрация микробов в любом случае крайне низкая. Вот тут эти цифры приведены. Меньше 10 клеток на миллилитр для любого микробиолога это означает ноль. Это абсолютно стерильная среда, где очень трудно что-то найти. Тем не менее, находки всё-таки были сделаны. Единственная доказанная находка – это термофильные бактерии, которые были обнаружены во льду и которые, опять же, взялись из-за этих гидротермальных источников, наличие которых уже подтверждено просто целым рядом методов. И, в общем, эти комплексные исследования озера – это прекрасный пример того, как абсолютно разные научные методы друг друга дополняют в одном таком исследовании. Помимо этой находки, других доказанных находок, в общем, пока нету, надо сказать. Другой способ – это понять условия в озере и предсказать, кто там может жить. Вот первый докладчик сегодня нам об этом рассказал, сделал такое прекрасное введение к моему докладу. То есть есть определённые экологические условия, определённая экологическая ниша, где может жить вот такой организм и не будет жить другой организм. Если посмотреть на озеро Восток, то единственное, кто там может жить – это хемоавтотрофные психрофильные актигенофилы. Ну, я думаю, Илья – единственный человек, который сейчас понял, о чём идёт речь. Но если перевести на человеческий язык, это означает, что эти бикробы должны питать сами себя, потому что там, скажем так, слишком мало биомассы, чтобы они могли питаться кем-то ещё. Они должны производить энергию сами, причём не из солнечного света, которого там нет, а путём химических реакций. Они должны выдерживать низкую температуру и высокое давление. И самое главное, они должны выдерживать большое количество растворенного в воде кислорода, который является абсолютнейшим ядом для любой жизни, потому что кислород просто сжигает органику. Мы дышим воздухом, но в нашем воздухе только 20% кислорода и 78% азота. Если бы мы вдохнули чистый кислород, мы просто сожгли бы себе лёгкие. И это то, что должно происходить в Азеревосток. Если там кто-то живёт, эти микробы должны быть приспособлены к этому адскому уровню кислорода. Так или иначе, в общем, о жизни в Азеревосток пока ничего определённого сказать нельзя. И вообще, давайте подведём итог, что мы знаем об озере, чего не знаем. Но мы очень хорошо знаем о размерах этого озера, о его морфологии. Площадь его примерно 15 тысяч квадратных километров. Это примерно равно площади Ладожского озера, крупнейшего водоёма Европы. Объём при этом у него гораздо больше, кстати говоря, 6 тысяч кубических километров. И это ставит его на пятое место в списке крупнейших пресноводных озёр мира, между прочим. Озеро находится в равновесии. Озеро, скорее всего, изолировано от внешнего мира на протяжении как минимум многих миллионов лет, что делает его таким уникальным объектом исследования. В озере существует активная циркуляция воды, есть гидротермальные источники. Озерная вода насыщена воздухом и стал быть кислородом. То есть мы знаем довольно много, но мы не знаем главного. Когда и как озеро образовалось, то есть при каких условиях это происходило и, собственно говоря, есть ли жизнь в озере. Озеро было вскрыто, тут, кстати, была анимация, но анимация не работает, бог с ней. Значит, озеро было вскрыто впервые 5 февраля 2012 года. Технология вскрытия была такова. То есть в момент, когда буровой снаряд подошел к кромке воды, давление заливочной жидкости в скважине, скважина, она не сухая, она заполнена специальной жидкостью, для того, чтобы скважину не сжимало этим давлением. Эта жидкость, это не что иное, как смесь керосина с фреоном. Так вот, давление этой жидкости в момент вскрытия было меньше, чем давление воды в озере. Соответственно, вода озерная поднялась в скважину, и это было прекрасно видно, потому что по мере того, как она поднималась в скважину, она вытесняла этот керосин, который в какой-то момент стал просто выливаться на поверхность из устья скважины. Это было просто наглядное свидетельство того, что вода действительно пошла вверх. С этим уже не поспоришь. Через год вода замерзла, туда вернулись и разбурили эту озерную воду и взяли ее в твердом виде. После вскрытия озера снаряд выглядел таким образом. Обычно он весь, так сказать, красивенький, чистенький и сухой. В этот раз он вышел весь облепленный льдом, поскольку вода при подъеме заполонила его полностью. На нижней кромке снаряда была вот такая сосулька, примерно с полметра длиной. И эта сосулька как раз и явилась первым образцом озерной воды, которую мы исследовали. Но она была, конечно, очень сильно загрязнена керосином. Там примерно 30% по объему это был замороженный керосин вместе с водой. Но тем не менее, чтобы достать последний кусок ледяного керна, пришлось снаряд гореть такими фенами, потому что все было пропитано водой, все было замерзше абсолютно. Последний кусок ледяного керна был разбит на мелкие части как раз именно в момент вскрытия озера, потому что перепад давления там был в 3-4 атмосферы. То есть это страшный удар, который этот лед разбил, конечно же. Ну и в общем, событие это было, скажем так, очень горячо и интенсивно отпраздновано на станции. На следующий день мы уже станцию покинули, улетели. Но тем не менее, как бы это событие все-таки стало историческим. То есть снимки эти разошлись по всем научным журналам и так далее. Журнал, по-моему, иначе публикует список самых крупных научных открытий каждый год. И в 2012 году вскрытие озера Восток стояло там на третьем месте, где-то рядом с открытием Базона Хиггса. Каким-то образом оно туда попало. Ну и руководство нашей страны тоже проявило, скажем так, интерес какой-то к этому делу. Но в общем, в конце концов, прошло пять лет, выход с этого оказался небольшим совсем. И в научном плане, и в плане организации нашего труда, и наших перспектив. В научном плане, ну да, мы взяли пробы этой озерной воды, и, скажем, вот я занимаюсь изотопными исследованиями. Я смог там эту воду измерить, потому что примесь керосина, она мне не страшна совершенно, она не влияет на изотопный состав. Но для людей, которые занимаются изучением химического состава или микробного состава, эти пробы не годятся, они слишком грязные, и с ними нельзя работать. Даже если ты что-то там найдешь, ты не сможешь это никогда опубликовать, тебе никто не поверит. То есть нужна чистая проба воды, при этой технологии мы добыть ее не можем. И нужна, ну, нужна разработка новых технологий, новая заливочная жидкость и так далее, на что требуется, конечно, совсем другое финансирование, нежели чем то, которое у нас есть сейчас. И несмотря, повторюсь, на вот весь этот большой интерес, который был проявлен, и всякие награды и прочее, как бы в итоге поддержки мы не получили, скажем так. Ну и последний слайд моей презентации. Ну да, чтобы завершить рассказ про изучение озера, на данный момент, в общем, этот проект заморожен, скажем так, приостановлен на неопределенное время, до тех пор, пока у нас не будет возможностей технических, финансовых и прочих для разработки новой технологии исследования озера, как минимум для, не знаю, для заливки этой скважины новой жидкостью, да, потому что, опять же, как было уже сегодня сказано, керосин – это нефтепродукт, керосин – это природное вещество, оно употребляется бактериями, в нем живут бактерии, поэтому керосин априори – это грязная вещь, да, но есть, скажем, синтетические жидкости, такие как силикон, кремно-органическая жидкость, или там разного рода другие вещи, которые никак не потребляются микробами, поэтому они могут быть вот использованы в качестве заливочной жидкости, и которые при этом не реагируют с водой никак. Так что пока что хотел бы вас обрадовать, но извините, нечем. Ну и последний слайд, как раз, да, посвящен вот этому фильму, о котором шла речь, фильм хороший, я советую его посмотреть, и вот у этого фильма есть собственная страничка в фейсбуке, можете туда добавляться, познакомиться, пообщаться с режиссером, с Катей Еременко, ну и вообще как-то следить за развитием всего этого сюжета. На этом спасибо большое за внимание. Спасибо. Ваши вопросы по поднятой руке. Да, вон поднятая рука, где-то далеко. Скажите, пожалуйста. Алло. Я здесь. Скажите, пожалуйста, мы все знаем, что объем воды меньше, чем объем соответствующего количества льда. Соответственно, есть ли там зазор воздушный или какой-то еще, в том месте, где у нас плавится лед, и над поверхностью озера Восток и льдом, есть ли зазор воздуха или нет? Ну, мне кажется, я об этом сказал прямо явно. Нет, зазора нет и быть не может никакого. Чисто теоретически его не может быть. Следующий вопрос. Здравствуйте. У вас очень интересная лекция. Меня бы очень интересовала, знаете, какой вопрос? Вот все говорили, что брали пробы льда, брали пробы воды. А скажите, а есть вообще в каких-то планах, известна ли глубина хотя бы примерно этого озера? Потому что там же очень много должно быть каких-то осадочных пород. А в любой осадочной породе, как в наших наземных озерах, там же можно посмотреть, кто там жил, что там есть, что там растет. Есть ли это в планах вообще? Отличный вопрос. Да, это есть, если не в планах, то в мечтах. По крайней мере, естественно, об этом мы и думаем. То есть изучение осадочных пород, это был бы просто потрясающий проект, потому что любые осадочные породы тоже дают вот эту климатическую запись. И в этом случае это была бы запись истории климата Антарктиды за последние миллионы лет. То есть это вот то, что просто всех ужасно интересует. Но до них добраться до этих пород, ну, таких технологий нет пока, в общем-то. Таких технологий нет. То есть вот эти 4 километра льда, под ними 600 метров воды. То есть надо как-то делать эти обсадные трубы сквозь толщу воды, туда этот снаряд. Нет, ну технологии есть, конечно, и просто их надо, в общем, адаптировать конкретно для этого случая. Это будет все ужасно дорого и сложно. Но мечты такие есть. Конкретных планов нет, конечно. Еще вопрос? Вот скажите, пожалуйста, на фоне размышлений, мечтаний по поводу дальнейших исследований, есть ли среди исследователей консенсус, как не загрязнить озеро, чтобы оно не потеряло свою ценность, как исследовательский объект? Да, вопрос, конечно, закономерный. И, собственно, вот этот перерыв бурения, я о нем говорил, там 8 лет не было работы никаких вообще, он и был связан с тем, что, скажем так, мировое научное сообщество очень озаботилось о сохранности озера, ну и мы сами этим, естественно, озаботились, да, и проект был временно приостановлен до тех пор, пока не будет разработана вот эта технология вскрытия, которая была разработана, ну, в общем и целом, за исключением каких-то деталей, она была успешно применена. И именно суть технологии в том, чтобы вода просто зашла в скважину, да, а ничто из скважины не попало бы при этом в озеро. Надо понимать прекрасно, снаряд в озеро-то не окунался. То есть в момент вскрытия он фиксируется однозначно на поверхности по датчикам давления, там нагрузки на забои, там неважно, однозначно это видно. То есть в момент вскрытия через секунду снаряд уже начал подниматься наверх. Вот, и вода, соответственно, пошла в скважину и так далее. Но дальше-то надо ведь, конечно, то есть мы не обойдемся без этого этапа, когда все-таки что-то будет в озеро опущено, какой-то там робот или что-то, я не знаю, пробник, который будет там ползать, плавать и что-то отбирать. Без этого не обойтись в будущем, и, естественно, как бы придется думать, о стерильности и об этих всех вещах. Но, в общем, на самом деле эти технологии отчасти они уже разработаны, они используются в космической отрасли, да, потому что когда что-то посылается на другие планеты, там на Марс, казалось бы, какое нам дело до этого Марса, но тем не менее там все эти аппараты, они и стерилизуются на самом деле изначально. В общем, такие технологии есть, конечно, да. Можно придумать. Спасибо. И последний вопрос давайте. Хотелось бы уточнить такой момент. Вот сейчас вы сказали, что проект заморожен на данный момент, да, я правильно понимаю? А что там происходит? Вот вы же, наверное, ездите в экспедиции и поедете снова. Что вы будете делать, если проект сейчас не функционирует? Да, спасибо за вопрос. То есть мы туда ездим и будем ездить, и я туда поеду в конце ноября, в очередную экспедицию, и буровики туда тоже поедут, им там всегда есть чем заняться, они будут испытывать какое-то новое оборудование, вот будут уже испытывать новую жидкость, кстати говоря, буровую, но не в скважине, а, скажем так, на стенде. Соберут стенд. Ну, что такое стенд? Это просто искусственный лед. Сделают там эту, скажем, скважину, заполнить ее вот этой кремно-органической жидкостью и будут смотреть, как снаряд, в принципе, себя в ней ведет, потому что, ну, там неизвестно заранее, может быть, вязкость этой жидкости и так далее. То есть надо просто это испытать сначала, скажем так, в контролируемых условиях, прежде чем в скважину все это пихать. То есть там будет сезон в этом году, поедут буровики, ну, в небольшом количестве. Бурение не будет, ну, самого бурения в этой действующей скважине, его не будет, скорее всего, просто в нем сейчас нет никакого смысла. Зачем? Потому что в озеро проникать мы не собираемся больше пока. Ну, и так далее. Ну, а я глициолог, у меня там, в общем, помимо этой скважины своих дел полно, как говорится, не связанных с озером Восток никак. Так что тут надо разделять, потому что вся наша деятельность на станции Восток в Антарктиде финансируется из-за бюджета российско-антарктической экспедиции, но это только операционные расходы, да, так называемые, то есть логистика только. Деньги на науку — это совершенно другой источник финансирования. Это было раньше в рамках федеральной целевой программы «Антарктика», которая закончилась в 2013 году и не была продлена по каким-то причинам, несмотря на вот прям, вот буквально личное распоряжение Путина. Вот у меня этот документ прям вот всегда в кармане лежит, условно говоря. То есть он это подписал, но на каком-то там этапе это все заглохло. Министр финансов там сказал денег нет, ну, а, видимо, он самый главный у нас в стране, министр финансов, да. Поэтому вот. Но, скажем, были и такие реально кризисные годы, вот пару лет назад, то есть на Востоке не было сезона вообще. То есть они просто сменили зимовочный состав, ну, потому что иначе надо совсем закрывать станцию, и это уже вообще катастрофа, да. То есть они сменили зимовку, завезли туда минимально необходимое количество топлива, сэкономили, соответственно, на вот этом походе, на самолетах. Потому что станция Востока, она дорогая, это понятно, она ест много денег. Вот, они немножко сэкономили, сменили зимовку, но в сезонах работ не было два года назад. И, в общем, эта история может повторить. Ну, финансирование не увеличилось у РАЭ, но вот как-то они нашли средства. Бюджет РАЭ – это полтора миллиарда рублей в год, это вроде бы и не маленькая сумма, но у нас два судна есть у российской экспедиции антарктической, пять станций круглогодичных, это все очень дорогие игрушки, и, соответственно, деньги туда как бы идут. А все расходы РАЭ, они, как бы сказать, в валюте, да, потому что там топливо надо закупать и прочее. Ну, в общем, чего тут это обсуждать-то. Денег нет, короче, но вы держитесь, примерно месяч такой, как бы нам постоянно идет. Спасибо большое. Давайте поблагодарим нашего замечательного спикера.